Привет подписчикам и гостям канала. Уход за мальками гупи, как и за взрослыми особями, довольно прост. Процесс разведения облегчает и то, что эти рыбки живородящие, поэтому заботиться о сохранности икры не придется. Тем не менее малыши потребуют специального ухода и заботы. Незадолго до начала родов самка начинает подрагивать и выбирает самое теплое место в аквариуме. Продолжая вибрировать, она на секунду замирает, и на свет появляется первый малек гупи, а затем и его сородичи. Малыши сразу же начинают активно двигаться. Предугадать количество потомства практически невозможно. Число мальков будет зависеть от размера самки, количество предыдущих родов. Первый раз особь может родить от 15 до 20 малышей, в последующие разы это число может увеличиться до 100. Рождаются рыбки размером 3 мм. Фото мальков может дать примерные представления о соотношении взрослой особи и детишек. Мальков гупи рекомендуется держать отдельно от взрослых особей, так как их жизнь подвергается опасности с момента появления. Еще в процессе родов их может съесть собственная мать, если малыш подплыл слишком близко к ее рту. Можно, конечно, оставить мальков в общем аквариуме, но тогда в него нужно поместить густую растительность, в которой можно будет укрыться. Если же вы решили держать детишек отдельно, то необходимо вовремя убрать из нерестовика маму. Делается это сразу после того, как на свет появится последний малыш. Условия содержания. Малек гупи намного лучше и безопаснее будет себя чувствовать в специальном отсаднике, где ему не будут угрожать взрослые сородичи. Чтобы создать малышам все условия необходимо подобрать тару объемом примерно в 25-50 литров, в зависимости от количества мальков. Чем больше объем, тем проще будет ухаживать. Воду берем из общего аквариума, где рыбки появились на свет. Грунт, растения и укрытия в отсадник помещать не надо. Ежедневно нужно подменять 30-40% воды. Жидкость для замены отстаивают 3 дня. В емкость устанавливаются компрессор, фильтр и нагреватель. Освещается аквариум люминесцентной лампой, так как она почти не нагревает воду. Первые 3 дня жизни температура в аквариуме должна быть 27 градусов. Затем ее снижают сначала до 25, а к 4 месяцам – до 24. Дно сифонится после замены воды. Фильтрация и аэрация должны осуществляться постоянно. Губка от фильтра промывается каждую неделю. Количество световых часов нужно постепенно сокращать. Если в первые недели жизни лампа должна светить в течение 12 часов, то к 4 месяцам это время сокращается до 8. Кормление. Первую неделю малышей кормят по 5 раз в сутки, во вторую – по 4 раза, а затем переходят на трехразовое питание. Пока малькам не исполнится 4 месяца, реже выдавать корм нельзя. С подбором рациона проблем не возникнет. В зоомагазинах продают специальные смеси для выкармливания рыбок в зависимости от вида, возраста и размера. Всем спасибо за просмотр. Пишем комментарии, ставим лайки и подписываемся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok